Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Мария Новгородова. На календаре четверг, 16 декабря, и сегодня мы посвятим наши 45 минут программы, как мне кажется, очень интересной и, самое главное, полезной теме. Мы поговорим об инсульте, о его профилактике, диагностировании, лечении и реабилитации. Так что, если у вас есть вопросы нейропсихологам и неврологу, а смело звоните нам в студию и задавайте вопросы. Телефон в студии прежний, 320066 и 321166. И также у нас работает WhatsApp номер, напомню, его телефон, его цифры 8-411-232-0066. Ещё не так давно такой диагноз, как инсульт, был прочно связан со старостью. Сегодня это заболевание лидирует в скорбном списке помолодевших болезней. Удар всё чаще настигает молодых и полных сил людей. Каковы причины инсульта, в том числе и раннего? Можно ли предсказать его появление и как от него отзащититься? На эти вопросы ответит врач-невролог Республиканской больницы номер 2 Артём Науменко. Артём, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала нам объясните, пожалуйста, что такое инсульт? Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, то есть состояние, которое возникает в одну секунду времени, внезапно. Этому могут предшествовать различные моменты, но всегда это возникает вот сейчас. То есть не было минуту назад, случились какие-то факторы, происходит. И в зависимости от того, происходит закупорка сосуда или происходит разрыв сосуда, различают ишемические инсульты и геморрагические инсульты. А в чём разница? Разница в том, что проявления другие. То есть при ишемическом происходит закупорка, допустим, сосуда тромбом, и умирает частичка мозговой ткани. При геморрагическом инсульте происходит разрыв сосуда, вытекает кровь под давлением, и эта кровь разрушает эти ткани. А что из них опаснее? По проявлениям они оба несут за собой достаточно сильный выраженный неврологический дефицит. Если брать с точки зрения инвалидизации, то здесь тоже спорный вопрос. Ишемический, если он большой, полушарный, он тоже будет давать достаточно большой неврологический дефицит, как и геморрагический. Вот вы сказали, использовали слово полушарие. Простые люди знают, что есть такой инсульт левосторонний или правосторонний. Может быть, это, конечно, некорректно прозвучит, но есть разница, какая сторона пострадает. У нас в организме все сделано крест-накрест. То есть, грубо говоря, если возникает очаг поражения, допустим, в левом полушарии, то возникает вся симптоматика, проявляется с правой стороны. То есть, если у человека возникает правосторонняя слабость, правосторонний гемипорез, то, значит, нужно искать очаг в левой половине. И наоборот, если левая рука страдает, то, значит, правая половина головы, правое полушарие, оно получает очаг или ишемии, или кровоизлияние, и мозговые ткани там повреждаются. А вот какой из них опаснее по проявлению, здесь симптоматика разная будет. При, допустим, если повреждение идет речи, то здесь идет повреждение в лобной доле, к примеру, речь у человека может идти. А также человек может просто повреждение таламуса, допустим, у него будет нарушение чувствительной сферы. То есть, рука-нога будет двигаться, но он при этом будет чувствовать онемение в руке, в ноге, и это будет как проявление инсульта в том числе. Поэтому здесь разделять лево-право нет. Сам инсульт по себе, он уже плох. То есть, если инсульт произошел, это уже большой, огромный звонок для любого человека, у кого это случилось. Ага, ну, с вашего позволения, мы в нашей программе этот вопрос повторим, когда к нашей беседе присоединятся нейропсихологи. Артем, скажите, пожалуйста, а вот вообще как понять, что у человека инсульт, каковы его симптомы? Ну, как распознать инсульт, об этом говорят абсолютно все. Я сейчас повторю, для того, чтобы повторить это мать учения, есть несколько симптомов. Если вы, допустим, где-то в общественном месте или увидели у своего близкого симптоматику, и вы подозреваете, что инсульт, попросите выполнить всего три простых задания. Первое, попросите человека улыбнуться. Если человек улыбается, но при этом у него какой-то уголок рта, он не шевелится, то есть отсутствует кривая улыбка, это можно уже заподозрить. Второе, попросите человека, если он в сознании, поднять руки. То есть, если рука у него будет падать, тоже уже можете заподозрить инсульт. Ну, и третий момент, это попросите его назвать свое имя. Если человек разговаривает, и при этом речь у него смазанная, как будто бы вот он под каким-то седативными действиями, да, а до этого вы знаете, если тем более этого человека, вы знаете, что он разговаривал четко, как левитан, у него хорошая поставлена речь была, и тут вообще не очень плохо, то все, тут уже четвертая графа поднимается, это время. Здесь нельзя выпускать время, и надо набирать 103, вызывать скорую помощь, говорить диспетчерам обязательно, что у человека подозрение на инсульт. Обязательно фиксируйте себе время, когда это случилось. То есть, здесь очень важно прям минуты. Зафиксировали, во сколько это случилось у человека, во сколько вы это увидели. И это все докладывайте скорой помощи, когда она приедет. Потому что от того, насколько грамотно скорая помощь сможет собрать анамнез сначала, инсульта, привести пациента в отделение подобном, где работаю я, от этого будет зависеть, насколько высокотехнологичную помощь можно будет человеку оказать прям вот на месте. А вот времени, сколько у нас будет? Вы говорите время. Ну, вообще считается 3 часа. То есть, в течение 3 часов, если мы успеваем, да? Да, 3,5-4 часа, это вот это время, если в этот, при определенном виде инсульта, если он подпадает под все параметры, то есть, там возраст обязательно учитывается, обязательно учитывается сопутствующая патология, все это у нас заполняется в приемном покое. Если все здесь подходит, то человека можно отправить на высокотехнологичную помощь. А сам человек может понять и почувствовать, что у него инсульт? Ну, он может почувствовать предпосылки. То есть, если у человека никогда не было, допустим, высокого давления, а тут он начал замечать, что у него давление скачет, он прям понимает, что как-то, ну, не так он себя стал чувствовать, на это надо, конечно, обратить внимание. Если у него никогда не было проблем, не знаю, с сахарами, а здесь он замечает, что у него появилось чувство жажды повышенной, потливость, ну, желательно сходить к эндокринологу, это все факторы риска. Если у него появились головокружения как симптом, тоже необходимо сходить, обследовать сосуды, мозговые и магистральные артерии головы, для того, чтобы определиться, нет ли там каких-то патологических извитостей, атероскалитических пляшек, стенозов на фоне этого. Потому как это все в конечном итоге может быть фактором риска. И вот если в один момент времени случится высокое давление, спазм сосуда, плюс там, не знаю, бляшка, еще что-то, и может случиться инсульт. И человек, он может почувствовать уже проявление. То есть обычно как бывает, если это брать ишемический инсульт, они бывают в ночное время. Пациент просыпается с утра, встает, что-то рука у него, думает, да, отлежал, отлежал, пойду, идет на работу, на работе не проходит рука, она такая же. На него смотрят люди и говорят, а что у тебя с лицом? Он на себя посмотрел, да вроде ничего, а лицо немножко уже измененное, к примеру. Перекошенное. Да, перекошенное, чуть-чуть, немножко смазалось, то есть визуально это людям видно, хотя он может не замечать. Он ходит, 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 в конечном итоге он переносит его на ногах. Вот, поэтому здесь на все такие вот отлежал, не отлежал, там лицо немножко изменилось, речь немножко была смазанная, какой-нибудь эпизод возник вдруг. То есть человек говорил, говорил, тут раз заговорился. Или сказал смазано. Обращайте на это внимание, фиксируйте где-то, когда это случилось, измеряйте в этот момент давление и обращайтесь к медикам, к врачам, к терапевтам, к неврологам, если есть возможность. То есть получается вот на ногах перенести инсульт, это возможно? То есть это не обязательно там лежачий, больной? Нет, не каждый инсульт это вегетатик. Ну, не каждый инсульт это прям постельный пациент. Да, большой процент, конечно, тоже есть, но очень многие выходят из инсульта своими ногами, то есть их привозит скорая, мы им восстанавливаем силу в конечностях, они уходят от нас. Это микроинсульт, да, получается? Ну, понятие микроинсульт, сейчас как бы мы от него ушли, сейчас больше идет понятие лакунарный инсульт, маленький, лакунарный маленький инсульт, ишемический чаще всего так называем. И да, там дефицит неврологический будет небольшой, при хороших компенсаторных функциях, то есть когда у человека есть силы восстановить, то есть организм у него хороший, сильный, много витаминов, он восстанавливается достаточно быстро. А вообще кто подвержен инсульту чаще всего? Ну, раньше было такое, что мужчины подвержены. Сейчас могу сказать, что по наблюдениям, в принципе, палаты забиты и мужчинами, и женщинами. Почти равное количество, да? Нет такого, прямо вот сказать, что чисто сейчас мужчины, или там прям одни женщины, нет. Все. Потому как меняется жизнь. Жизнь становится стремительной, люди на себя меньше внимания обращают, к сожалению. Женщины в этом отношении более бдительные, они чаще ходят к врачам. Мужчину загнать к врачу, это прям надо очень сильно постараться, его женщине загнать его к врачу на обследование. А когда проходит диспансеризация медкомиссии, там тоже все, как правило, ничего не болит у них. Так бывает. И здесь, конечно, женщины, они чаще определяют, и поэтому, может быть, их, можно сказать, чуть-чуть меньше стало. За счет того, что они чаще ходят, у них профилактика лучше и так далее. А с мужчинами в этом отношении, конечно, надо работать. Мужчинскому населению надо о себе задуматься. А какой образ нужно вести, чтобы заработать инсульт? Чтобы заработать инсульт? Все самое нехорошее использовать на себе. Мало спать, никакой хорошей, правильной пищи, много соленой пищи. Естественно, все вредные привычки, которые человек хотел бы себе попробовать, ну, он на себе пробует. То есть он максимально забивает все сосуды, он максимально забивает их никотином, бляшкой холестериновой на фоне нарушения диеты. И все это в конечном итоге его рано или поздно приведет к койке, к больничной с инсультом. Здесь очень много у нас пациентов стало, которые нарушают именно питательный процесс. То есть очень много соленого любят. Здесь соль задерживает воду, вода повышает давление, давление приводит к инсульту. Вот прямая связь. Я вот когда готовила к сегодняшнему разговору, прочитала на форумах в интернете, что чаще всего инсульту подвержены алкоголики. Это так? Ну, скажу откровенно. Алкоголь, который, если человек употребляет алкоголь, у него организм уже измененный. Ну, срывается все равно, работа его неправильная. А насколько много поступает пациентов после выпивки? Да. Здесь опять-таки прямая связь. Что бывает у людей, когда они выпивают алкоголь на утро? У них бывает так называемый в парсонуре сушняк. Это бывает на фоне того, что алкоголь, гидрогеназа связывает молекулы воды и выводит их с мочой. И человек обезвоживается. Когда человек обезвоживается, у него из крови тоже выводится вода. И, следовательно, происходит сгущение крови. Сгущение крови – это тромб. Тромб в голове – это инсульт. Тромб в сердце – это инфаркт. Вот и все. Да, действительно, прямая связь. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Мы говорим сегодня об инсульте, о профилактике, о реабилитации, диагностировании, ну и, конечно же, о лечении. Так что звоните нам в студию, задавайте вопросы неврологу. После рекламы к нам присоединятся нейропсихологи. Беседа, я думаю, будет очень интересной, жаркой, полезной. Звонки у нас принимаются по телефону 32 006 6 32 11 66. И также работает у нас WhatsApp номер 8 400 11 232 00 66. Так что смело звоните или отправляйте нам сообщение. Артем, сейчас я озвучу вопрос, на который, я думаю, вы не успеете ответить. Но поговорим об этом после рекламы. Во время пандемии мы часто слушаем такое понятие, как инсульт, потому как коронавирус якобы бьет по сосудам. Так ли это или нет? Вы ответите об этом после рекламы. Сейчас рекламная пауза. Не переключайтесь, вернемся через несколько мгновений. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем говорить об инсульте, его профилактике, диагностике и реабилитации. В нашей студии врач-невролог Артем Науменко. И к беседе у нас присоединились нейропсихологи Юлия Цыпандина и Аграфена Кондакова. Не забывайте, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 32 006 6 32 11 66. И работает WhatsApp номер 8 4 11 232 00 66. Звоните и отправляйте свои сообщения. Артем, до рекламы я задала вопрос по поводу коронавируса, что он бьет по сосудам. Так ли это и действительно ли за последние два года в больнице поступают с инсультами именно из-за ковида? Ну, я скажу так, ковид, он бьет на густоту крови, на реологию крови. И здесь риск развития тромбов, он очень высокий. А как я уже говорил, именно тромбозы являются причиной, если они забивают магистральные артерии, если забивают мозговые артерии, они являются причинами инсультов. Поэтому сказать, что при ковиде риск развития инсульта, он высокий, есть такое. Сказать, что пациенты поступают, которые болеют ковидом с инсультом, бывает. Но здесь больше говорить нужно о том, что мы как бы сейчас их не разделяем. Поэтому у нас мы лечим комплексно. Пациент поступает с инсультом, у него является ковид, мы лечим инсульт и ковид. Пациент поступает с ковидом, является инсульт, мы лечим инсульт и ковид. Поэтому есть, есть. Риск развития инсультов и инфарктов при ковиде есть. И каждый должен помнить, особенно те, кто болеет, те, кто выписывается, уже выздоровели, они должны помнить про профилактику тромбозов. Это прием антикогулянтов в течение месяца после выписки. Им должны всем прописывать во всех ковидных госпиталях, об этом информация есть. Ну, я думаю, да, больные об этом знают. Вот в самом начале мы говорили о том, что инсульт помолодел. Действительно ли это так вот в нашей республике, в нашем городе? Много ли сейчас вот пациентов молодых? Ну, если брать нашу статистику отделения, то это в среднем от 20 до 25 процентов от общего количества всех видов инсультов. У нас пациент, это считается молодой инсульт. Это какой возраст? Это до 45 лет. Это те люди, которые у нас поступают с инсультом. Мы их прокручиваем на все факторы молодого инсульта. И большинство, к сожалению, подтверждаются эти все проблемы. Юлия Аграфина, а к вам поступают вот такие вот больные, скажем так, до 45 лет, которые перенесли инсульт? Ну да, мы, получается, в сферу своей деятельности встречаемся с лицами, принесшими инсульт, в рамках нейропсихологической диагностики, тогда, когда они оформляют инвалидность. И действительно, мы замечаем, что очень много лиц до 50 лет. Очень. А с чем это связано, как вы считаете? Почему инсульт помолодел? Можно на свое предположение? Но вот обращаясь с ним, мы уже у них собираем анамнез, образ жизни, как они живут, жили до болезни, например. И что у женщины, что у мужчины, но преимущественно мужчины преобладают, чем у женщины. И у мужчин до болезни образ жизни либо бывает не совсем здоровый, так скажем, но и очень с большой нагрузкой. Бывает, например, человек ведет бизнес, очень много ездит, переезжает, смена часовых поясов, большая нагрузка, спит мало, работает много. Не отдыхает. То есть буквально исчерпывают все ресурсы организма. И тогда тело, как говорится, как будто бы говорит, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Я тебе покажу. У нас телефон. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Я хочу задать вопрос врачу. Если я перенесла инсульт в конце августа, то когда я могу лететь самолетом, например, в Москву, и когда я буду летать на самолете 6 часов, то не опасно ли, не поднимется ли у меня давление? Спасибо вам за звонок, спасибо за вопрос. Вообще пациентам после выписки и с любым видом инсульта мы полгода не рекомендуем взлет-посадку вообще в принципе. В течение года? В течение полугода минимум. В зависимости от степени выраженности инсульта, какая у него была, если там пациент был совсем постельный, то тут вообще до года можно никуда не взлетать, потому что взлет-посадка – это смена атмосферного давления, артериальное может скакануть, и если где-то сидит маленький тромбик, к примеру, он может оторваться. Если есть какой-то слабый сосуд, он может лопнуть на фоне этого. Поэтому, конечно, здесь не рекомендуется полгода куда-то вообще взлет-посадка. Но, опять-таки, это такие рекомендации условные. Здесь индивидуально каждому. У кого-то, может, и через год это, к сожалению, произойти, у кого-то никогда не произойдет. Сказать, ну, мы все равно говорим полгода, старайтесь взлет-посадки, чтобы не было. У нас есть в WhatsApp сообщение, касается, это как раз-таки ранних инсультов. Мой маленький шестилетний родственник перенес инсульт. Шестилетний, обратите внимание. Пострадала память. Не помню даже, кто такой Дед Мороз. Какие занятия с ним проводить, чтобы память восстановилась? Ой, это ужасный вопрос. Девушки, наверное, к вам. Ну, сперва нужно будет провести все равно диагностику нейропсихологического, чтобы посмотреть, помимо памяти, еще какие были факторы нарушения. Нарушены, есть, да, нарушения. Ну, и далее составить индивидуальную программу коррекционно развивающих занятий, да. И мозг, в отличие от ребенка, да, в отличие от взрослого, он как бы по-другому немножко функционирует, да. И он более гибкий и пластичен. И, в принципе, путем вот коррекционно развивающих занятий, да, путем создания благоприятных психологопедагогических условий, да, можно, вот, например, ну, как-то вот на уровень поднять нарушенные звенья. Сколько по времени может занять вот подобная реабилитация? Ну, вот как доктор сказал, мы тоже согласимся, все зависит от зоны поражения, да, и от его размеров, и его последствий. Что мы по факту имеем, и бывает так, что по своей практике, допустим, даже действительно человек приходит, в первую очередь действительно страдает речевой функцией, то, что мы видим, да. Вот сейчас женщина звонила, речь очень сохранная, хорошая. Иной раз к нам приходит, что у человека, кроме мата, ничего другого нет, да, но он знает, что у него, я знаю, я понимаю, но сказать не могу. И тогда в таких все весьма индивидуально. И в рамках, вот, допустим, данных ситуации кому-то, ну, сроки как бы сказать, да, вполне индивидуально, но в среднем, я бы сказала, год, причем регулярных занятий. И при этом реабилитация должна быть не только вот медицинская, да, и физическая, а также сделать вклад в коррекцию вот именно когнитивных функций. Еще одно сообщение по WhatsApp пришло. Перенес инсульт прошлым летом. Может ли он повториться? Ну, любой инсульт запускает уже определенную цепь событий. Поэтому, естественно, если брать двух людей, у одного был инсульт, у другого не было инсульта, риск у того, у кого он случился, даже пусть он будет маленький первый, риск второго у него же выше. И мы всегда об этом говорим пациентам. К сожалению, не все пациенты нас слышат об этом и потом поступают с повторными инсультами, потому что, опять-таки, начинают нарушать свой режим дня, не слушать, не выполнять рекомендации, не употреблять таблетки, которые мы рекомендуем и так далее. И они поступают вновь. И по практике следующий инсульт всегда будет тяжелее, чем первый. То есть, если при первом инсульте пациент от нас выходит своими ногами, то на втором инсульте он уже у нас ходит, если в лучшем случае, то ногу за собой тащит. Третий, если случится инсульт, то здесь уже, скорее всего, вероятность постельного пациента, и родственники будут за ним ухаживать. А что делать-то в этом случае? Ну, в этом случае услышать все рекомендации доктора, да, все рекомендации доктора, при выписке, услышать его во время лечения. У нас, к сожалению, помимо того, что пациенты не слышат, иногда родственники не слышат то, что нужно. Очень часто в посылках можно найти сигареты. Прям, да. Вот прям передают, ловишь сигареты, или вот прям находишь у него сигарету, или заходишь, запах, где курил? Я не курил, да курил. Как бы, и где взял? Родственники передали. Начинаешь разговаривать, говоришь, зачем вы это делаете? Ну, он же попросил. Я говорю, ну, ладно, в следующий раз он у вас будет просить памперс поменять. Будете менять. Почему? Я говорю, ну, потому. Он у вас лежит с инсультом, в отделении с инсультом. У нас, к сожалению, не слышат не только пациенты, но и родственники нас. А если человек услышал, если он принят для себя, что у него случилась беда, что он хочет больше, чтобы этого не повторилось, он кардинально меняет свою жизнь на 180 градусов, идет в направлении здорового образа жизни, правильного питания, отказ там от соли, как я говорил, от сахара, контроль, давление, анализов, и все, и он живет. И он живет, и у него не будет никогда этого, скорее всего. А как помочь человеку, который перенес инсульт, особенно, наверное, это касается родственников, близких, вот у них в семье случилось такое вот горе, да? Как вот помочь ему? Что нужно делать? Ну, помимо вот медицинской, да, тоже под помощь, да, важна очень психологическая поддержка, потому что меняется, когда случается инсульт, меняется все в семейной системе, да? И важно оказать вот психологическую поддержку членам семьи, а также важно вот принятие того факта, да, того, что случилось, и как бы как в дальнейшем, допустим, с этим жить, и, ну, адаптироваться, да, вот к этой ситуации. Естественно, когда вот на восстановительных обучениях, вот реабилитационный процесс мы называем восстановительное обучение, когда приходит пациент, он приходит, ну, со своей семьей, да, получается, ну, с родственниками, и, естественно, мы их, как бы им даем наставление о том, как нужно проводить вот восстановительное обучение, ну, не только вот психологическую поддержку, но также как и проводить вот занятия, да, там, как с ним заниматься, общаться. Мы вернемся к этой теме через телефонный звонок у нас в студии телезритель. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. У меня, значит, канал было 19-го года, у нас его сейчас третий год. У нее, сейчас мы ходим, кушаем нормально, но у нее глаза не видят, и последствия инсульта у нее была двойной инсульт с правой стороны. Зимой мы оперировали третий аневризм с левой стороны. Она может прийти в своем уме когда-нибудь. Сейчас у нее смомчивать не так хорошо. Я так понимаю, у нее аневризматическая болезнь. Вы сказали, у нее третий аневризм уже прооперировали, проклипировали. Значит, у нее, возможно, еще они остались. Если у нее аневризма хотя бы одна лопалась, так скажем, то у нее была собрахноидальная. Там какой-то неврологический дефицит был. Но с ваших слов, она у вас начала ходить. И насколько она быстро восстановится, здесь опять-таки все индивидуально. Надо смотреть ее сосуды, которые у нее есть, насколько они забиты, насколько у нее хорошее давление, насколько у нее хорошие сахара. Посмотреть ее неврологически, какая у нее сила сейчас, на данный момент, какое у нее эмоциональное настроение. Потому что это очень важно, когда человек хочет восстановиться. Когда человек лежит, как просто и ждет, что вот сейчас сверху на него выздоровление упадет, это одно. А когда человек говорит сам, я хочу, я встану, я пойду, это совсем другое. Поэтому здесь вероятность того, что она ей станет лучше, есть. Ее никогда нельзя оставлять где-то в стороне, но все индивидуально. Вот так сразу прям по телефону сказать, насколько она у вас быстро восстановится, сложно. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Через две минуты вернемся и вновь продолжим беседу. Друзья, у нас в студии нейропсихологи Юлия Цепандина и Аграфена Кондакова, а также врач-невролог Артем Науменко. Мы продолжаем говорить об инсульте. Мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию, задавайте вопросы или отправляйте их по WhatsApp номеру 8-411-232-0066. Девушки, вот, судя по вашим словам, что лечить, не лечить, наверное, скорее, а реабилитировать человека, который перенес инсульт, нужно всей семьей. То есть нужно обращаться не тому, кто перенес инсульт, а все вместе. Это так или нет? Помогает ли это действительно? Ну, как говорится, не только к нему обращаться, но и обращаться ко всем членам семьи, потому что меняется ритм и содержание всей жизни человека целиком. И так как человек находится в системе, мы возьмем семейную систему, и изменения происходят и здесь, потому что человек меняется в зависимости от последствий, так скажем, да, а семья продолжает обращаться к нему как к своему, к старому знакомому, да, и человек должен реадаптироваться к своему новому состоянию. И очень много больших таких эмоциональных потрясений вплоть до депрессии испытывают люди, которые вели активный образ жизни очень хорошо, да, высоко поднялись и больно падает, да. И тогда, когда они были, грубо говоря, на коне, и есть им что терять, они испытывают колоссальные эмоциональные отрицательные эмоции, да. Хотя это на лицо не выводится, они смеются, рассказывают, может быть, да, но вот взгляд потухший, ну вот, сижу и теперь я, вот домашний я, да, вот я подушка, как бы себя размазал по дивану и все, а был человек. То есть, в принципе, в этом плане действительно нужна эмоциональная поддержка, просвещение и работа со всеми членами семьи, нужно, ну, систему устраивать практически, менять старую, чтобы поддержать его, потому что действительно, мотивация к выздоровлению, это, ну, процентов 50, наверное. Артём, вы сказали вот во время рекламы, что инсульт это как лакмусовая бумажка, да, отношения в семье? Да. Ну, это, по примеру, бывали случаи, когда у нас пациент имел несколько детей, и вот когда случился инсульт, как бы дети, мягко говоря, пропадали. А бывали наоборот, когда 1-2, и то там у нас был случай, когда были приемные дети, взрослые уже, но они при этом от отца своего не отходили. Здесь вопрос о том, как 1-2 человек прожил эту жизнь. То есть, вот именно лакмусовая бумага показала, то есть, и в горе, и в радости, как говорится, и в данном случае, когда случилось горе, здесь произошел вот какой-то вот диссонанс у человека. И здесь, конечно, да, вы правы, у человека меняется на жизнь до и после. И когда после, это, как всегда, очень грустное состояние, и человек, который до этого ходил, сам себя обслуживал, это чаще мужчины, женщины менее к этому, более стрессоустойчивые, а мужчины, они, да, они прям начинают в депрессию ходить конкретно, и их надо оттуда вытягивать. И тут, конечно, могут помочь только родные, близкие. А вообще, когда следует начинать реабилитацию? С первых минут, как только он заболел. Первый полгода. Реабилитация начинается, как он поступил в стационар. А в чем заключается вообще эта реабилитация? Вот, например, нейропсихологи чем могут помочь? Ну, нейропсихологи занимаются восстановлением высших психических функций, таких как память, мышление, внимание, речь, также двигательные функции, функции восприятия и так далее. Но здесь мы просто вот чаще тоже, проводя диагностику, да, там, вот эти восстановительные обучения, мы видим, что люди в основном большой упор делают на восстановление вот этих механических действий, движений. А на когнитивные процессы уделяется совершенно мало времени, внимание, вернее, да. И здесь хотелось бы в этом отношении тоже сказать, что не только нужно вот физику восстанавливать, но также и когнитивные процессы. Ну, получается, что это такой вот межкомплексный, да? Многофункциональный. То есть не только нейропсихологи, неврологи тут должны помогать, а... ЛФК-инструктора, эрготерапевты, ЛФК у нас, который есть, массажисты. Логопед, афазиолог, например, да, не только вот детский логопед, да, но должен быть специализированный афазиолог. У нас есть в WhatsApp сообщение. У меня инсульт был в 2013-м, в 2018-м, и в обеих случаях в разных сторонах повторение через 5 лет. И я боюсь, что может появиться опять через 5 лет. Такое может быть... Ну, здесь прям сроки, не надо к ним подвязываться. Здесь не в сроках. Может, инсульт сейчас будет, вышел из больницы и опять случился. Здесь это просто, ну, вот у неё в 5 лет произошло, у неё уже нет большой какой-то... Если у неё там 3-й случится через 5 лет, вот здесь может она подумать, но опять-таки это будет просто случайность. Возможно, ей нужно задуматься, что она за 5 лет сделала со своим организмом так, что с 2013 по 2018 у неё он опять износился и случился инсульт. И развернуть свою жизнь так, чтобы убрать вот это всё плохое, но для этого нужно санализировать это. У нас большинство пациентов не умеют анализировать. Не понимают, что спать 4 часа в сутки – это мало, что пить, не знаю, мало воды – это мало, что пить много кофе – это плохо. Грубо говоря, там, что следить за давлением 3-4 раза в день – это норма жизни. После 35-40 лет это вообще прям, это необходимость. У нас люди этого не знают. Большинство о своём, и они давление меряют. Знаете, как говорят? Я когда меряю давление? Ой, давно. Да, да, это точно. А вообще наследственное ли это заболевание? Нет, факторы наследственные. Ну, если у папы с мамой была гипертония, у ребёнка может быть гипертония. Причина гипертонии – инсульт будет, ну, вследствие. Если у них были там сахара высокие, диабет у мамы с папой, опять-таки риск диабета тоже высокий. А диабет – это такая борячка, мягко говоря, дурная, которая провоцирует много различных заболеваний и инсульт в том числе. Она изнашивает сосуды, эндотелий сосудов, и на фоне… Сахар, он разрушает эндотелий, из-за этого меняется эластичность сосуда, и на фоне этого развиваются инсульты. А повышенный холестерин может провоцировать? Ну, естественно, конечно. Если у человека были проблемы с холестерином, и он никогда за этим не следил, никакие статины не принимал, врачи ему не назначали, то он как бы ходит где-то рядышком. Так, у нас еще в WhatsApp вопрос. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о пониженном давлении. Мне 43 года. Рабочее давление 110 на 60. Это нормально ли? Есть ли риск инсульта? Я скажу так. У многих в голове инсульт – это только гипертония, высокое давление. Ничего подобного. От низкого давления, если оно не свойственно для человека, то есть для женщин практически до 40 лет, гипотоники – это практически все женщины. То есть 90-100 давление – это норма. А если вы всю жизнь были норматоник или гипертоник, и у вас случится в один момент времени давление 90, возникнет гемориологический тип инсульта, снижение давления, замедление кровотока, риск образования тромбов возрастет, закупорка сосуда – инсульт. Все так просто. В чем заключается профилактика инсульта, девушки? Профилактика инсульта. Ну, самое глобальное – это отношение к жизни. И как вы выстраиваете эту жизнь. Потому что если в жизни у человека есть прерогатива, только вот он как бессмертный пони работает, строит карьеру, занимается каким-то достигаторством, либо только самореализацией, саморазвитием, например. Ну, то бишь, однобока. Потому что этот вывод не с неба взятый. И мы замечаем, что когда к нам приходят на диагностику, даже у женщин, он случается тогда, когда у многих заканчивается профессиональная деятельность. То есть, когда человек в один день, в какой-то момент, стал как-то ненужным обществу. А у человека кроме работы ничего нет. Ни хобби, ни увлечений. Оказывается, отношения в семье тоже не очень. Оказываются, давно-давно соседи, например. Поэтому лучшая профилактика – это вести свой, ну, сделать уклад в жизни таким, чтобы он был разнообразным. Чтобы в нём был и отдых, был отдых, работа, увлечение своё, хобби, разнообразие. И это, во-первых, ещё и тренирует мозг. Это разные ощущения, разные задачи, разные цели, так скажем. Это держит мозг в тонусе, но и обязательно нужно включать динамику, двигаться. И настраиваясь, наверное, развивать свои коммуникативные навыки, чтобы было много друзей, чтобы было весело и интересно. Вопрос, Артём, не могу его не задать, потому как я знаю, что вы основали благотворительный фонд «Мы вместе», где вы как раз-таки помогаете тем людям, которые перенесли инсульт. Вот расскажите, почему пришла такая идея? Ну да, есть благотворительный фонд, и там у нас много направлений. Но вот, естественно, что мне было близко, мы вышли с этим проектом на фонд «Президорских грандов». Взяли его с первого раза и реализуем до сих пор. Уже сейчас это всё реализуется не на грандовые средства, а уже на собственные фондовские. Но да, мы пациентам создаём благоприятные условия после выписки. Вот тем самым тяжёлым пациентам с тяжёлым неврологическим дефицитом, которые выписываются впервые с инсультом, у них нет в наличии ни функциональной кровати, естественно. Потом государство даст это через три месяца, когда сделает инвалидность. И чтобы пациенту было комфортно и с меньшим вредом для своего организма перенести это, пациент к выписке, домой ему завозится функциональная кровать со всеми матрасами противопролежными. Если пациенту необходим электроотсос, то есть у него стоит при выписке, мы его выписываем с трахеостомической трубкой, на закастральный зон, то есть что-то, что нужно откачивать, какую-то жидкость, то мы предоставляем ещё и электроотсос для этого. То, чего от государства, к сожалению, уже точно не дадут, придётся покупать. И пациент три месяца проживает в очень комфортных для себя условиях. То есть у него нет риска пролежней, нет риска аспирации. И вот этот проект у нас «Жизнь после инсульта. Помощь адаптации» он у нас реализуется до сих пор. И он как бы доказал свою эффективность. Ну вы большой молодец. У нас телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. У меня был инсульт два раза. Это было в 2013, потом в 2018 году. Вот между ними у меня прошло вот пять лет. И вот я когда-то консультировалась у невролога, они сказали, что через пять лет оно может повториться. Значит, что я должна через пять лет после 2018 года, я могу уже ожидать третий инсульт или как. Можете что-нибудь об этом сказать? Спасибо, да. Спасибо за звонок. Вы, по-моему, этот вопрос задавали по WhatsApp номеру. Ну давайте повторим кратко, да? Давайте повторим. Сразу скажу, вот так спрогнозировать, это прям невролог-экстрасенс какой-то был. Это очень сложно сказать, что через пять лет у вас случится инсульт. Нет. Следите за своими факторами риска, убирайте их, убирайте их, и в принципе все у вас должно быть хорошо. И возможно больше никогда инсультов не будет. Не отчаивайтесь, все будет хорошо. Мы желаем вам здоровья. Огромное спасибо вам за полезные и интересные беседы. Я тоже вам желаю здоровья. И с наступающим Новым годом. Дорогие друзья, на этом наша программа заканчивается. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова